Памятный вечер У этой песни два дня рождения. Первый еще в мирное время. В 1940 году в московском саду Эрмитаж выступал польский оркестр «Голубой джаз». На концерте побывал поэт Яков Голицкий. Музыкальная композиция Ежи Петербургского ему понравилась особенно. И тут же во время концерта он придумал текст под эту мелодию. Голицкий подошел к композитору и предложил сделать песню. Идея понравилась, и вскоре Станислав Ландау исполнил строки про синий платочек. В репертуар ее взяли многие артисты. Когда началась война, песня изменилась, обрела новый смысл. Это второй ее день рождения. Лирическая героиня песни не просто обещала ждать, не забывать своего друга, но ждать солдата, который обязательно победит и вернется. По фронту ходили несколько вариантов песни, но самый известный был написан в 42-м году литературным сотрудником газеты «В решающий бой» лейтенантом Михаилом Максимовым. Взяв за основу уже известный текст Голицкого, он изменил часть строчек на современный военный лад. Его стихи заканчивались словами «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Новый вариант исполнила Клавдия Шульженко, и песня пошла от города к городу из окопа в окоп. А пулеметчики считали, что эти строки написаны именно про них. Они даже прикрепляли к гашетке пулемета фотокарточки своих девушек, жен и называли свои пулеметы ласково именами возлюбленных. В 1976 году, во время юбилейного концерта, открывая его, 70-летняя Клавдия Шульженко вышла на сцену, держа в руке синий шелковый платок. Зал встал и стоя аплодировал. Эти аплодисменты предназначались не только самой певице, но и песне, прошедшей тяжелейшую войну вместе с солдатами. Вот такие они, песни Победы. «Они родных, желанных и любимых, таких, строчить у ребёнчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова